Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Это действительно программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Константин Кропенев, исполнительный директор компании «Ажи Финанс» и активист, член рабочей группы «Киров меняется» при городской администрации нашего города. Добрый день. Да, добрый день всем. Поэтому у нас разные темы будут. Часть из них будет касаться экономических и финансовых вопросов, а часть – вопросов благоустройства и активистской деятельности в городе. 26 июля опубликовано распоряжение администрации Кирова, которое учреждает должность нештатного советника главы городской администрации. Предполагается, что специалисты из разных сфер должны будут выполнять определенные поручения главы администрации по наиболее важным вопросам деятельности муниципалитета, готовить аналитические материалы. Также, между прочим, закреплено требование ежегодно предоставлять Шульгину отчеты о проделанной работе. Так, еще раз. Илья Вячеславович Шульгин реализует новую такую стратегию. Он создает институт советников, которые будут по стратегическим вопросам вести некую деятельность при муниципалитете на общественных началах, я так понимаю, без денег. Это хорошая новость или так себе, что ты скажешь? Я думаю, что, наверное, пока рано давать какие-то оценочные осуждения, потому что можно как из хорошей идеи, условно, ее угробить, так и из непонятной идеи, возможно, что-то реализуется. Тем более, насколько, опять же, я знаю, что определенный институт советников существовал и, наверное, до сих пор существует и при губернаторе Кировской области. А при чем тут губернатор? Ну, я имел в виду, я хотел привести некую аналогию, что мы просто не знаем эффективность этих советников и не можем оценить, насколько были правильные, даны какие-то рекомендации губернатору по каким-либо вопросам. То же самое может произойти и здесь. Конечно, слово «советник» подразумевает какую-то дополнительную экспертность, значимость. И, соответственно, такие люди нужны, конечно, со стороны. Но, опять же, то, что это делается на безвозмездной основе, не налагает никакой, по большому счету, ответственности на этих советников. И, соответственно, они что-то могут делать, могут это завтра не делать. Сложно сказать. Я думаю, что пусть он будет, этот институт советников, возможно, там действительно есть определенная проблема на сегодняшний день в рамках коммуникации общественных движений и, условно говоря... Чиновников. Чиновников, да. Нашей городской мэрии. То есть мы видим, что чиновники так либо иначе живут какой-то своей, так скажем, закрытой жизнью. Они занимаются короткосрочными задачами. То есть, условно говоря, отремонтировать трубу, прибрать там дорогу, там еще что-то. Текучка. Текучка. Абсолютно текучка. И, соответственно, они мыслят в рамках, условно говоря, конкретного там бюджета, там, короткосрочного... И дня. Да, короткосрочного бюджета и дня. Потому что завтра опять что-нибудь, выпадет снег, либо еще произойдет какое-то там, не знаю, там, затопит что-то. И надо будет решать такую, ну, такую насущную, насущные проблемы. Но нужен какой-то, так скажем, отстраненный, более такой концептуальный взгляд на развитие города, на развитие территории. И для этого нужно как раз привлекать людей, во-первых, с определенными компетенциями. И, во-вторых, тех людей, которые, ну, готовы что-то там сами делать, проявлять какую-то собственную инициативу. Существенная деталь, которая была озвучена, это, вот, собственно говоря, та преференция, которую наделяет Шульгин людей, которые станут советниками, это возможность запрашивать информацию, в том числе и с грифом ДСП. Что такое ДСП, ты знаешь? Для служебного пользования. Вот. У любых, уже знаешь, у любых подконтрольных Кировской мэрии структур. То есть получается, что эти люди, эти советники, они смогут получать абсолютно все документы для того, чтобы там проверять данные, сверять цифры, может быть, анализировать решения конкретных чиновников. Может быть, речь идет о дополнительных контрольных функциях. Ведь процесс, который начал Шульгин, когда пришел по проверке МОПов, ты помнишь, да, очень активных, приводит к тому, что вскрываются очень плачевные ситуации в МОПах. По использованию денежных средств, по закупкам и так далее. Да, я согласен. Я думаю, что дополнительный контроль, особенно со стороны каких-то независимых, так скажем, общественников, он пойдет только на пользу. Потому что, я так понимаю, что есть определенные там общественники, которые занимаются контролем расхода средств на ЖКХ, на управляющих компаниях. Вот как у нас в рабочих группах общественной палате эксперты. Да, получается. Но им не хватает где-то какой-то информации, они не могут что-то получить. Я думаю, что попроверять и поискать, где что не так, вполне возможно и даже нужно. Возможно, поскольку... Я помню эту ситуацию, когда мы общались по центру компетенции, который Минстроис создает по всей России, который Татарстан создал, Ростов-на-Дону. Мы с Ростовом-на-Дону с таким центром говорили, экспертным. Когда им грозил чемпионат мира, тогда губернатор сам решил, что огромные деньги, которые поступят на строительство и инфраструктуру, необходимо контролировать жестче. И эффективность проектов, которые ему предоставляют, традиционным способом, соответствующие проектные институты, строительные компании и так далее, надо перепроверять. С точки зрения новых подходов. И вот мы связывались с этим центром компетенции. Директор говорил, что очень много денег, с одной стороны, удалось сэкономить, но не благодаря аукционам и падению цены, а благодаря тому, что наоборот, техзадания, техническая документация были выверены, продуманы, и новые технологии позволяли экономичнее и одновременно эффективнее расходовать эти деньги. И нам сказали тогда, что ни один благоустроительный проект, ни одно строительство в Ростовской области теперь мимо этого центра и мимо губернатора, соответственно, не проходит. Это деньги, большие федеральные деньги. В преддверии их поступления принимались такие решения. То же самое же было в Казани. Ряд больших мероприятий, под которые Татарстан получил гигантские деньги, и вот они собрали лучших специалистов. У нас тут, между прочим, юбилей города в 2024 году. Может, ожидаем каких-нибудь траншей? Я согласен, что действительно, помимо какого-то института советников, нужен какой-то другой работающий орган, где уже должны привлекаться специалисты на платной основе, действительно какие-то эксперты, которые помогут подготовиться городу к такому большому юбилею. Тем более, по всей видимости, все же под этот юбилей федерация выделит определенные деньги городу Кирову. Сейчас пока речь идет о... Что дает нам основания так думать? Ну, во-первых, это такая стандартная практика, что перед большими юбилеями в городах деньги выделяются. То есть это мы помним на истории с Ярославлем, но опять же на истории с Казани. Но у нас была такая попытка еще при Никите Юрьевиче, когда мы подавали документы, и нам все порезали в 2014 году. Ну, тут, видите, помимо практики, тут все еще зависит от общей, так скажем, экономической ситуации. То есть пока, если мы все же будем планировать, что цены на нефть не упадут до 2024 года, вполне можно надеяться, что федерация все же выделит нам сумму сопоставимую, условно говоря, порядка со 100 миллиардами рублей на протяжении, условно говоря, 6 лет. То есть часть денег, я так понимаю, пойдут на решение таких крупных проектов, это, допустим, создание ливневки, достройки водовода, путепровода, возможно, объезд вокруг Кирова, по крайней мере, начнут строить. Все крупные проекты, инфраструктурные, зависшие на долгие годы. И, соответственно, я думаю, что часть денег все равно пойдет так либо иначе на благоустройство города. И самое главное, чтобы эти деньги расходовались правильно, эффективно, и чтобы нам было, так скажем, не стыдно потом за эти потраченные деньги, как это произошло на примере Кучеровского парка. Да не просто не стыдно, прямо горько, такое ощущение, что зарыли эти деньги в землю. Ну ладно. Еще у нас остается минутка до перерыва, давайте на этой же теме останемся. Что касается формирования института советников, то некоторые коллеги наши в СМИ говорят о том, что они подозревают, что Шульгин, значит, ага, возможно, это я цитирую «Навигатор», благодаря введению статуса советника, глава Кировской администрации хочет наладить взаимодействие между близкими к нему городскими активистами и муниципальными чиновниками. Вот указывается некая близость некоторых активистов и вот именно их хотят наделять такими функциями. При этом приводятся активисты из проекта «Киров меняется». Я специально тебя сегодня представила активистом такого проекта. Тебе уже поступало предложение стать советником? Нет, никаких предложений на эту тему не поступало. А как ты относишься к такому предположению коллег-журналистов? Возможно, я пока к этому отношусь абсолютно нейтрально, потому что, действительно, участвуя в этом проекте, не хватает определенных коммуникаций, не хватает определенных полномочий, потому что, допустим, я в том числе готовлю какие-то некие документы, которые мне нужно согласовывать как с Министерством экологии, так и с различными департаментами городской администрации. Они просто-напросто теряются или ходят из одного кабинета в кабинет месяцами. То есть там нет какой-то одного окна, куда бы я мог, допустим, прийти, и вот я единого человека, с которым я мог бы какие-то конкретные вопросы, допустим, по проектам малых рек обсуждать, либо еще что-то. И поэтому, действительно, нужны полномочия, потому что два года мы этим с тобой, Светлана, проектом занимаемся. И как показывает практика первого года, вроде бы тоже все пошло бодренько, веселенько. То есть были какие-то встречи, но относительно регулярные. А потом просто на каком-то этапе городская власть решила обойтись абсолютно без общественников и вопросы решить каким-то образом самостоятельно, колуарно. Это было еще до Шульгина. Сейчас есть некая попытка со стороны Шульгина все же выстроить взаимоотношения, по крайней мере, с общественниками, с активистами. Говорить, что мы какие-то избранные, тут я думаю, что тоже совершенно неправильно. То есть мы абсолютно открыты. Если у вас какие-то есть идеи, проекты, то мы готовы встречаться с вами, обсуждать, пытаться вам организовать какие-то встречи, в том числе и с представителями городадминистрации. Это ты сейчас к кому обращаешься? Я обращаюсь к слушателям, так сказать. А, вот, к слушателям. Все правильно. Прервим сейчас на полминуты. Напоминаю, что у нас в студии Константин Кропанев, городской активист, член рабочей группы Керов Меняется, а также исполнительный директор компании АЖФинансов, финансов после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. А свое особое мнение высказывает исполнительный директор компании АЖФинанс и городской активист, напоминаю, Константин Кропанев, который сейчас у нас в гостях занимается «Малыми реками Кирова». Цель проекта – превращение малых рек в рекреационные зоны, ленточные парки, их очистка. И, в общем, чтобы легкие Кирова задышали. Ну вот, я обещала про финансы поговорить, но все-таки еще останусь на урбанистической теме, на теме благоустройства, потому что, как я слышала, вот эта сумма, которую ты сейчас озвучил до перерыва, 100 миллиардов рублей, возможно, ожидается к поступлению к юбилею города, для того, чтобы город преобразовался. Эта сумма была озвучена на рабочей группе по подготовке урбанистического форума. Ну, я тоже слышала это со слов активистов, потому что сама была в отъезде в Москве, поэтому не могу утверждать. У Ильи Вячеславовича я это лично не спрашивала. Ты там тоже был, ты эту сумму слышал? Да, я там был. Я так понимаю, что это все же переговорный процесс, то есть какие-то деньги будут явно выделены, а то количество денег, которые получит город к будущему юбилею, в первую очередь зависит как от лоббистских возможностей господина Васильева, так и, к сожалению, от цены на нефть, потому что так либо иначе она определяет наполняемость бюджета Российской Федерации. Ну, процесс, я так понимаю, переговорный идет, и, возможно, уже даже к чему-то пришел, потому что, когда Илья Вячеславович приходил в программу «Урбан» и говорил про ливневку, что 2 миллиарда на ливневку, и вопросы, откуда деньги, вот, может быть, как раз оттуда, и понятно, что к юбилею города за год не подготовятся, то есть этот процесс должен длиться как минимум дольше, чем осталось времени, осталось-то всего 5,5 лет. Побольше немножко. Да, ну, в 2024 году у нас будет юбилей, 650-летие, если в 2019 году деньги поступят, то как раз 5 лет останется до юбилея, ну, вот сейчас уже так получается. Ну, хорошо. Что касается урбанистического форма и просветительских программ в этой сфере, то вот в эту же пятницу надо обязательно это сказать всем, кто хочет лучше разбираться в современных трендах, в урбанистике, в городском устройстве. Я, Шульгин и губернатор, как раз совместно с опорным вузом возможность такую предоставляют. Они снова приглашают на лекцию в политехническом. Тема будет «Комфортная городская среда как средство развития экономики города», то есть, условно, как бизнес помогает развиваться комфортной городской среде, и как сама среда потом бизнес развивает. Там будут кейсы разных городов, и я знаю, что архитектор этот, он даже больше инженер-планировщик, Юрий Александрович Перелыгин, напоминаю, Лен Гипрогор, кому интересно, зайдите, посмотрите, чем институт занимается. Он приедет на день раньше, то есть не в пятницу, а в четверг, и тоже пройдет по некоторым объектам в Кирове. И в пятницу, когда состоится эта лекция в политехническом, ее планируют провести с четырех до шести часов, надо будет на сайте политехнического следить, ну и мы, наверное, с тобой в фейсбуках напишем свои. Да, я думаю, что мы посетим обязательно. И наши сайты тоже напишут наши СМИ, эхо Кирова. Пройдет по некоторым объектам, и интересно будет задать вопросы именно о том, а как с точки зрения привлечения финансов, там вот у самого бизнеса эти объекты могли бы преображаться. Как ты думаешь, придет ли большое количество бизнесменов на такую лекцию? Ну, я думаю, что бизнесменов там будет действительно совсем немного, но опять же хотелось бы сказать, что у нас, когда говорят слово бизнес, особенно говорят, когда крупный бизнес, в первую очередь там вспоминают там Сбербанк, РЖД, там АвиТек, такие крупные предприятия. Но по большому счету все эти предприятия, это не бизнес, это некий сервис, который обслуживает интересы другого бизнеса. А другой бизнес, это уже как раз какие-то мелкие кафешки, условно говоря, люди, которые готовы что-то там производить, какой-то конечный продукт. И это та группа молодого населения, которая, допустим, работает удаленно. То есть мы про этих людей на текущий момент совершенно как бы забываем, что в Кирове там есть несколько тысяч человек, которые, живя на территории Кировской области, работают, допустим, программы пишут для каких-то IT-гигантов. То есть и этим людям непринципиально по большому счету уже где жить. Они живут там, где им комфортно. И самое-то главное, чтобы вот они создать такие условия, чтобы вот эта молодежь, она осталась в Кирове. Потому что вся парадигма там бизнеса, она меняется. Если раньше там самое главное это было там какие-то ресурсы, это, допустим, полезные ископаемые, там земля, еще что-то, то сейчас самый главный ресурс это мозги. То есть это те мозги, которые могут создавать какой-то дорогостоящий конечный продукт. И вот надо, чтобы эти мозги остались на территории города Кирова и, соответственно, создать какие-то вот такие условия, чтобы им тут было комфортно жить. Потому что, опять же, вот какие-то крупные предприятия, к примеру, это «Джавитек», он создает, мы, может быть, не ощущаем, но он создает очень большие риски для Кирова на какой-то долгосрочной перспективе. Потому что в любой момент... — Военные заказы закончатся. — Да, то есть военные заказы закончатся, и тогда полгорода Кирова, они просто останутся без работы. — Но при этом, кстати говоря, это ведь не секрет никакой. Сами эти машиностроительные предприятия, которые сидят на оборонзаказе, об этом в открытую здесь в нашем эфире говорили. Никогда не знаешь, как долго еще прольется этот... — Ну, пока госзаказ как бы есть, но самое противное, может быть, некрасивое слово, что они заточены под выпуск именно оборонной продукции, и не надо надеяться, что они смогут переориентироваться под гражданскую продукцию. То есть это совершенно как бы рыночные условия, совершенно другие условия, совершенно другой бизнес. — Мы пока в области наших прецедентов мощной конверсии не видели. — Да, мы таких прецедентов не видели. И опять же возвращаюсь, что нужно создавать именно комфортные условия для молодых, для, так скажем, продвинутых и для мобильных, так скажем, граждан, которые теоретически могут от нас уезжать. — Они это и делают. — Они это и делают. — В огромном количестве. И они будут это делать, потому что примеры прекрасного развития городов, они уже здесь, буквально в 400 километрах. — Да, то есть мы очень сильно отстаем по развитию других городов, и с каждым годом эта разница становится все заметнее. У нас получается, что у нас в Кирове, допустим, нету каких-то точек, центров притяжения. То есть у нас на 500 тысяч человек, условно говоря, 5-летних кафе. То есть в такую погоду, ну просто-напросто некуда выйти, некуда выйти, негде послужить. — Да, а между прочим, департамент малого и среднего бизнеса в Кирове в этом году не подсуетился сам, какие-то не успели подать кафе как раз на летние площадки заявки, и они просто сами вообще не беспокоятся о том, чтобы город выглядел по-другому с точки зрения бизнеса этих же летних кафе летом. Но вот тут вот движение, о котором мы говорили, бизнес не открывает, но с другой стороны и сам департамент, на мой взгляд, работает крайне неэффективно. — Я согласен. Это проблема, в первую очередь, департамента, отсутствие какой-то некой концепции, потому что надо просто сказать, ребята, давайте сделаем какую-то такую массовую зону отдыха, где будет в радиусе 100 метров размещаться, условно говоря, 5 или 10 кафешек, чтобы люди пришли и могли всегда найти место свободное. — И движуха, чтобы все время образовалась. — Нужна движуха. — Вот Василий же сам говорил во вторник в своем эфире, что Кирову нужна новая афиша, новая повестка, больше фестивальных каких-то вещей, новых историй, и заниматься этим совершенно некому. Похож. В каком-то новом формате. — Я думаю, что молодежь что-то пытается делать, открывает какие-то там свои небольшие кафешки, но это все выглядит, ну так скажем, очень по-провинциальному. Все вот эти новые интересные кафешки там, ну типа кафе «Восход», но туда никто даже его не знает, не ходит, хотя там одно из лучших кофе варят в городе, в городе Кирове. Нужны именно какие-то такие локации мощные, чтобы там была действительно какая-то движение, ну сразу изначально заявлено, чтобы на этой территории будет находиться большое количество каких-то там развлекательных заведений, чтобы была какая-то определенная энергетика, и чтобы молодежь воспринимала это как некую такую локацию для, ну, некого кворкинга, когда они могли бы встретиться, там пообщаться, там еще что-то обменяться. — У меня такой вопрос. Вот ты тоже работодатель, да, и я хочу тебя вот о чем спросить. Мы уже начали говорить про просветительские лекции, про движение, которые задали Василиев Шульгиным в отношении вот урбанистики, изменений города. Как ты считаешь, есть ли возможность перезагрузить мозги чиновников и исполнителей, привыкших работать в старом формате, вот благодаря всем этим действиям? Или невозможно изменить мышление людей, которые привыкли работать в этом формате и превратить их в современно мыслящих, прогрессивных и активных людей? — Ну, это сделать очень тяжело, очень тяжело, и тут, опять же, упираются в два момента. Это, во-первых, роль личности, если на самом деле глава администрации города или там глава нашего региона будет постоянно этот вопрос как-то прорабатывать, давить сверху на чиновников, то, возможно, какие-то подвижки. Либо это должны быть какие-то некие системные изменения, что там в правительство придут новая молодежь, условно говоря, новые эти же советники, которые дадут какой-то новый энергетический посыл или там свой свежий взгляд на изменение территории или там решение каких-то, так скажем, городских проблем. — Да, прервёмся сейчас на короткую рекламу. Напоминаю, это особое мнение Константина Кропынева. У нас ведь ещё тут решение Госдумы в преддверии отпусков, аккредитации визовых центров. У нас тут ещё, кстати говоря, митинги о пенсионной реформе. У нас тут НДС и пошлины на интернет-продукты. Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И своё особое мнение сегодня высказывает Константин Кропынев, исполнительный директор компании АЖФинансы. Так, на прошлой неделе все абсолютно и федеральные, и региональные СМИ облетело сообщение о том, что в Госдуму внесён законопроект об аккредитации визовых центров. Тут же посыпались комментарии экспертов, и эксперты заявили, что те параметры, которые заложены в аккредитацию, не выдержат ни один визовый центр на территории Российской Федерации. Ну и, бог бы кажется, с ним, не знаю, получали бы где визы, в посольствах? В консульстве, в консульстве. Но, опять же, тут был действительно такой мощнейший шквал критики, что буквально через два дня депутаты Единой России, они этот законопроект внесли, и, соответственно, они там буквально через два дня этот законопроект отозвали на определённую доработку. Давай мы посмотрим, если бы этот законопроект прошёл в том виде, в котором его предложили единороссы, что говорили эксперты, к чему бы это привело? Это привело бы к тому, что все эти визовые центры, которые работают в крупных городах, и, в принципе, есть какие-то представительства визовых центров, в том числе как бы и в городе Кирове, они бы прекратили существовать, и, соответственно, чтобы нам получить визу для выездки куда угодно, это была бы реально большая проблема, потому что за последние там так либо начали 15-20 лет люди стали гораздо чаще ездить за границу, и просто тот с тем турпотоком, который сейчас на данный момент существует, но люди ездят и по бизнесу, и там на экскурсии, не обязательно лежать на море, просто консульство реально бы не смогли справиться. Но, опять же, если быть всё же до конца честным, то я думаю, что с визовыми центрами действительно нужно какой-то такой некий наводить порядок, эту систему менять. Существует определённая проблема, что, по большому счёту, стать представителем визового центра может любой. То есть они продают официально франшизу, то есть можно купить франшизу и открыть, допустим, на территории города Кирова такие визовые центры есть. Опять же, мы же, когда идём в визовый центр, мы приносим туда персональные данные, паспорта свои, ещё что-то такие, возможно, какие-то биометрические данные, либо ещё что-то. И как это всё будет контролироваться, и как используется эта информация, но, по большому счёту, никто не знает, и всё зависит от уровня компетенции, квалификации и честности вот этих сотрудников в этих визовых центрах. Тут, возможно, эту проблему можно было бы решить, привлечь, допустим, этих организаций МФЦ, которые, в принципе... Открывать визовые центры при МФЦ. Да, то есть это, допустим, было бы правильнее. Всё равно же мы уже живём там всё же в 21 веке, и получается так, чтобы в Кирове оформить визу в какую-то европейскую страну, надо сдать биометрические данные, а это мы сделать на территории Кирова не можем. Даже если мы можем, то за время от времени приезжают сюда специалисты, это стоит дороже, чем самостоятельно уехать в эту же Казань, либо в Нижний, и там сдать эти биометрические данные. Это, мне кажется, некий нонсенс. Тем более, всё это оборудование для приёма биометрических данных есть же на базе этих же МФЦ и других госорганизаций. Да. Ну, они отозвали, да, Единороссия? Да, они отозвали, но пока сказали, что на доработку, потому что проблема определённо действительно существует, и как-то надо этот вопрос немножко регулировать. Хорошо. Следующий вопрос, который мы успеваем обсудить, это, конечно же, митинги против пенсионной реформы. На прошлой неделе это были профсоюзы. Их, кстати, обвинили в том, что они имитируют протест, работая таким вот буфером между правительством и гражданами. Ну, потому что не было-не было профсоюза, бац, откуда-то взялись. И вот теперь коммунисты и даже либертарианцы вышли на митинги. У нас в Кирове про последних вообще ничего не слышно. Только в крупных городах, в центральных они есть. Но коммунисты резко выступают против. В Кирове не в выходные, а в четверг провели митинг перед дачным отъездом, массовым таким выездом. Он не был очень большим каким-то. А вот мы смотрим, что творилось там в Москве, в Екатеринбурге и так далее. Народу было очень много. У меня такой вопрос. Добавит ли это баллов кандидатам от коммунистов на ближайших выборов? По всей стране, естественно, в сентябре единый день голосования. И происходят выборы, довыборы, перевыборы. У нас, например, тоже будет довыборы в Гордуму и в ОЗС. Как считаешь? С точки зрения политики, скорее всего, да. Действительно, все эти протестные настроения, они добавят баллов тем фракциям или тем партиям, которые заняли какую-то активную позицию. Потому что, смотря на эти же профсоюзы, просто на самом деле больно. То есть, по большому счету, это их задача отстаивать интересы трудящихся. Тем более, они же получают трудящиеся взносы регулярные на свою деятельность. Используют имущество, которое, так скажем, накоплено, находится в собственности профсоюзных организаций. А их участие в пенсионной реформе, оно минимально. Согласен, что наступил определенный кризис этой пенсионной реформы. Но так либо иначе, на сегодняшний день получается, что вся наша пенсионная система это как бы некая такая финансовая пирамида. Условно говоря, выплаты пенсионерам обеспечиваются за счет вновь прибывших, так скажем, на трудовую службу граждан. Никакой, так скажем, накопительной системы у нас нет. И вот была попытка за последние 10 лет создать некий, так скажем, аналог накопительной системы. Это вот придумали страховую часть пенсии, накопительную часть пенсии. Пенсии потом заморозили, эту накопительную часть пенсии. Потом придумали какие-то пенсионные баллы, которые каким-то образом начисляются и потом каким-то образом пересчитываются. Кто ничего не понимает. Там вообще мало кто в этом что понимает. И самое главное, что вся инфраструктура, которая была выстроена вокруг сохранения денег в этих, даже в накопительной пенсионной системе, она показала свою несостоятельность. Они не смогли найти правильные финансовые инструменты, которые заставляли бы деньги пенсионного фонда работать на пенсионеров. Получается, что они начали эти деньги использовать в своих интересах. Об этом как-то не принято громко говорить. Но, условно говоря, крупнейшие пенсионные фонды, негосударственные пенсионные фонды, они на данный момент испытывают действительно очень серьезные проблемы. То есть у них там есть потери, которые составляют десятки миллиардов рублей. И, похоже, какие-то потери придется даже возмещать, опять же, за счет бюджета, за счет федерального бюджета. За счет нас же. За счет нас же. Систему надо менять, безусловно, надо менять. Но то, что хотят сделать сейчас, оно тоже ни к чему не приведет. Но, во-первых, надо понимать, что если даже мы сделаем пенсионный возраст, условно говоря, до 65 лет, а кем будет большинство, где будет это большинство трудиться, достигнув возраста, условно, свыше 55-60 лет. И, опять же, надо вспомнить, что мы живем в 21 веке, это век автоматизации, роботизации. И так либо иначе количество рабочих мест, оно будет, по всей видимости, сокращаться на таких простых рабочих мест. То есть водителей, охранников, неквалифицированных рабочих на предприятиях. То есть это будет так либо иначе заменяться. И где просто мы сможем работать, совершенно непонятно. Вот это ты считаешь все-таки самый главный изъян вот этого предложения правительства в чем? Ну да, то есть получается, что главный изъян, это все же, во-первых, такой резкий переход. То есть это можно было вот этот переход растянуть в течение нескольких лет. И второе, это нужно создавать какую-то именно накопительную систему. Так либо иначе я пока не собираюсь работать до 65 лет, но я, так скажем, так как работаю в сфере финансов и инвестиций, то есть я об этой проблеме как бы думаю. И, соответственно, у меня тоже есть какие-то накопительные инвестиции. Но еще, когда я самостоятельно инвестирую, когда я контролирую свои инвестиции, я все же надеюсь, что там, когда мне просто надоест работать, я просто не буду работать. Подожди, вот ты мне скажи, пожалуйста, вот эти же все негосударственные фонды, они для того и создавались, что ты можешь перевести свои средства в негосударственный фонд. И они будут по позволенным схемам инвестировать твои средства в разные там фонды, ПИФы, облигации и прочее, что будет приносить тебе стабильно более высокий заработок, чем если бы ты остался на прежнем проценте. А теперь, ты говоришь, прошли там ведь уже даже не несколько лет, а десятилетия, и эти фонды показывают крайне отрицательную динамику, большие потери. О чем это говорит? Ведь первые годы разгонялись неплохо. Либо там работают непрофессионалы, которые не способны работать с финансовыми на финансовых же рынках, в отличие от шведов, например, которые прекрасно инвестируют в пенсионные средства и зарабатывает пенсионный фонд сам на пенсионеров. Либо заранее была продумана схема, когда все это схлопнется? Я не думаю, что это было продумано заранее, но тут есть некая системная такая проблема, что когда создавались все эти негосударственные пенсионные фонды, и когда крупные бизнесмены вкладывали свои деньги в эти негосударственные пенсионные фонды, они думали, что за этой системой будущее. Они думали, что и будет постоянный приток новых пенсионеров, накопительную часть пенсии государство будет каждым годом перечислять, перечислять, и, соответственно, капитал бы этих фондов как бы рост, их инвестиции росли, и они бы окупили свои первоначальные вложения в фонды. Так получилось, что накопительную часть пенсии заморозили несколько лет назад. Соответственно, этим, условно говоря, инвесторам, акционерам надо было каким-то образом отбивать деньги. И они стали изымать свои средства. Они не то, что стали изымать свои средства, они направили, так скажем, большую часть этих средств на какие-то свои дружественные проекты, не всегда, так скажем, эффективно, то есть в какое-то, ну, в свое строительство, там, ну, строительство, условно говоря, в аффилированной компании, стали вкладывать в недвижимость, а сейчас, так скажем, ситуация с недвижимостью как бы не находится далеко не в лучшем, так скажем, не в лучшее время для недвижимости, и поэтому, да, действительно, многие фонды, ну, то есть многие компании, в которые, как бы, они инвестировали, они просто, ну, получается, почти прогорели, как бы, этот. Ну, это, опять же, какая-то полная несогласованность действий. Правительство сначала декларирует одно, дает им одни какие-то авансы, люди начинают вкладываться, потом правительство передумало, другую программу включило, эти люди, естественно, пытаются вернуть затраченные ими деньги. А в итоге страдаем. Мы страдаем. Нас называют массой, и массы страдают и терпят. Получается, видите, бизнес довольно-таки все же молодой, то есть ему там, скажем, чуть больше десяти лет, чтобы какая-то выстроилась нормальная, так скажем, хорошая, понятная, правильная финансовая система, появились нормальные финансовые институты, должно пройти далеко не одно десятилетие. То есть мы к этому идем, но идем очень мелкими шагами, и, опять же, проблема в том, что постоянно меняются некие правила игры. Ну, такое ощущение, что все-таки, когда говорят, возьмите там западный опыт, все же уже просчитано, все же уже сделано, но такое ощущение, вот по разным совершенно статьям я смотрю, по разным проектам, сторонам нашей жизни, все-таки на чужих ошибках не учатся. Всегда набивают шишки сами. И придется нам пройти все эти годы так же. Может быть, чуть покороче будет путь, но все равно он будет длинный. Да? Все, абсолютно согласен. И получается, что в первую очередь надо надеяться только на себя и на свои возможности, и о своей пенсии думать самостоятельно, как минимально надеясь на помощь государства, потому что что там было там через 20-25 лет, к сожалению, это... Грустно это, Константин. Мне кажется, что все-таки людей, которые способны сами сформировать себе эту подушку безопасности к пенсии, очень мало в стране. Большинство работает на обычных работах, на обычной зарплате, отчисляет вот тут пенсии и еле-еле сводит. Хотя бы те же 6%, которые перечислялись в накопительную часть пенсии, можно было бы по-другому это как бы делать, чтобы это действительно были какие-то подконтрольные средства, которым гражданин при каких-то при определенных условиях мог бы распоряжаться, и сложно это как бы все говорить. Хорошо, мы сейчас завершаем. Как ты думаешь, все-таки вот первоначальное предложение правительства по пенсионной реформе претерпит изменения? Ну, я думаю, что немножко подвигают возраст. Только возраст. Но имеется в виду оставят эти опять же 65-63 года, но просто сдвинут, так скажем, временной лаг, в течение которого начнут действовать эти правила. То есть у государства пока, я думаю, что другой проблемы нет, но опять же повторяю, что кардинально эту проблему не решит, абсолютно не решит. И мы даже сейчас, если все это примем, то есть мы с этой же проблемой столкнемся буквально через 10 лет опять. Пока мы не сделаем нормальную накопительную систему, когда граждане не будут за себя ответственны, будут понимать, куда они перечисляют эти деньги и будут контролировать эти деньги самостоятельно. Да, а пока терпите, люди. Ну и просвещайтесь. Константин Кропанев, исполнительный директор компании «Ажи Финанс», был в гостях программы «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Всем хорошего дня и спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM